Ну что же, друзья, рад всех вновь приветствовать. Лекция у нас сегодня будет на тему эффективных методик саморазвития. Поскольку я преподаю йогу, естественно, мы будем разговаривать о йоге, а не о том, какие существуют еще концепции в мире, поговорим о йогических методиках, которые, на мой взгляд, являются эффективными. В йоге есть очень уникальная методика, которой, к сожалению, не хватает во многих других традициях саморазвития. Мы уже с вами обсуждали в Бадгайе шабда, шастры, садху. Соответственно, шабда – это мнение компетентного человека, шепот, шабда. Когда вы узнаете о каких-то методиках, то есть практиках йоги, к примеру, вам дают мантру какую-то и говорят, вы будете практиковать эту мантру и через некоторое время у вас будет то-то, то-то, то-то. Как проверить, что действительно это так, что эта мантра способствует, к примеру, насыщению вашего тонкого тела энергии. Естественно, нужно найти компетентный источник, где об этой мантре есть сведения, что будет являться компетентным источником. Это шастры, то есть это классические тексты. Вы находите, где указаны об этой мантре какие-то упоминания и затем практикуйте. Вот в других концепциях саморазвития, к сожалению, действительно этого не хватает. Почему? Потому что говорят, наверняка знаете, да, то есть бурундук – это птичка и все. То есть все должны поверить, что бурундук – это птичка. В йоге тут некая, ну, такая другая ситуация, наоборот. Йога, она, на мой взгляд, адекватнее подходит к этому вопросу, то есть никому на веру ничего брать не надо. Вот для меня в свое время это было очень таким большим подспорьем, потому что очень много фанатизма в этом мире, так ведь? То есть очень много тех людей, которые себя считают какими-то учителями, которые считают вот его только точку зрения истинно какую-то верной и пытаются ее навязывать другим, своим последователям. Какой бы просветленный учитель не был, даже если он там выходит из тела, выходит в самадхи, там демонстрирует различные мистические способности, летает, я не знаю, там превращается в большим-маленьким становится, даже если такие мистические способности человек проявляет, это вовсе не означает, что его нужно слушать, имеется ввиду принимать его слова на веру. К примеру, был такой ситх Сати Саибаба. Слышали про такого? Слышали про то, что он чудеса творил? То есть действительно я знаю людей, которые к нему ездили, и Сати Саибаба, он демонстрировал мистические способности. Какие? Ну, к примеру, он мог материализовать вещи. То есть человек мог вот так вот в руку вытянуть к нему, и он мог ему на пальце, на каком-либо пальце материализовать перстень, к примеру. Либо мог материализовать, недавно рассказывала, по-моему, у нас на сайте выкладывали видео сначала, затем статью выложили про женщину, зовут ее Индер Дэви. Она рассказывала, что она вместе с Сати Саибабой ездила в машине, и Сати Саибаба ей говорит, Ну, что ты хочешь говорить сейчас? Что хочешь, то и сделаю. Ну, представьте себе, вот вам скажут, хочу чемодан денег, да, к примеру. Ну, Индер Дэви, естественно, была не того калибра, скажем так, женщиной. Она сказала, да, я говорю, хочу манго просто. Манго. Ну, он манго ей материализовал, соответственно, она манго это съела. Дело в том, что ситхи, вот такие вот, вроде Сати Саибабы, они могут этим пользоваться. Человек видит, что перед ним находится какой-то гуру, который способен материализовать вещи. Вот для нас, к примеру, для нас это еще ладно, мы как-то еще, может, поверим, там, в обморок не упадем. Но представьте себе, когда для какого-либо обывателя перед ним кто-то берет и материализовывает какую-то вещь. Да, будь то там, ну, не знаю, любая вещь, шишку там, например. Ну, сразу вот он и материализовал шишку в ладони. Ну, естественно, тот человек, который это все может увидеть, может подумать, что это какой-то просветленная личность, божество какое-то, там, и так далее, и так далее. И начать слушать, скажем так, те концепции, которые будет декламировать этот ситх. К сожалению, не хватает здравомыслия многим, и некоторые ведутся вот на такие вот вещи, на чудеса. И, к примеру, у Сати Саибабы там огромные такие ашрамы были, то есть к нему на аудиенцию было колоссальное количество людей. Было, к примеру, я знаю к нему, знаете, кто ездил? Вот есть такой коллектив. Может быть, слышал кто-нибудь про концепцию общественной безопасности? Слышали? Вот Петров, да, по-моему, к нему ездил Петров, Зазнобин. Вот про Петрова не знаю, Зазнобин ездил точно. И еще кто-то вот Зазнобину как раз перстень материализовали на руке. Он даже его показывал, по-моему, на какой-то своей лекции. Вот они к нему ездили, они тоже подтвердили то, что действительно факт. Ну, доверьте или нет, говорит, мне без разницы. Ну, вот я ехал, мне подтвердили вот эту вот вещь. Действительно, вот такая вот ситха у этого человека есть. Они ездили, но он тоже об этом рассказывает, что Сати Сайбаба тогда, он, грубо говоря, вербовал в свою общину людей, которые бы были его последователями. В чем здесь ценность, как вы думаете? Вот, к примеру, я научился материализовать вещи, и у меня есть корысть, при этом я не изжил в себе какие-то эгоистичные качества, у меня есть корысть какая-то. Какая корысть, как вы думаете, может возникнуть у такого человека? Вот в чем корысть в большом количестве последователей? Нет, он ему может жертвовать будет. Сосать энергию. Да я думаю, что жертвовать ему по барабану, потому что он материализовывать может любую вещь. У него деньги вообще не нужны, он уже независим от них. Энергия. Энергия, да, совершенно верно. А что даст ему эта энергия? Долголетие. Долголетие, ну вот он ушел уже. А что ему дало, как вы думаете? Есть какие-либо мнения? Благодарности. Благодарности. Есть мнение энергии, благодарности. Ну, можно тоже самое сказать, да? Хорошо воплотиться. Хорошо воплотиться. Благодаря этим благодарностям, да? Еще есть какие мнения? Да, получается, много людей концентрироваться на барабану, а ему должно быть тяжело. То есть ему тяжело должно быть? Ну, по идее, да. Я думаю, что может быть какая-то действительно есть благая в этом цель. Ну, здесь однозначно сказать трудно. То есть благая цель это или не благая. Дело в том, что, по крайней мере, и Алексей Васильевич рассказывал об этом, и другие люди говорят о том, что есть такие сущности на этой планете, которые борются за каждую душу. Что это значит? Это значит, что они стараются в свой эгрегор набрать максимальное количество людей. Чтобы максимальное количество людей стали их последователями. Что происходит в посмертии, когда человек стал, ну, грубо говоря, адептом каким-то, чьим-то. Эта сущность, он становится божеством в следующей жизни, он формирует свою локу. Лока что такое, всем понятно? Лока это локализованное пространство, ну, что-то вроде планеты. Он создает свой мир, и вот эти души, которые он завербовал, можно так сказать, они воплощаются в этом мире. И они там начинают развиваться. Ну, это трудно сказать, рабов это или не рабов. Почему? Здесь сказать плохо это или нет, однозначно трудно. Потому что действительно считается, что в этом мире вот за каждую душу борются. Представляете себе? И в этой связи вот это здравомыслие, это очень важно, понимаете? То есть, если вы будете вестись на какие-то такие уловки, что вот увидели вы гуру какого-то и побежали. То есть, тут нужно быть очень аккуратным, потому что даже вот за этим гуру может состоять либо какое-то божество, которое заинтересовано в том, и давать, кстати, ситхе этому мистику для того, чтобы этот человек вербовал вот в эту общину людей. Где не борется за души? Вот опять-таки концепция вот это и есть. Шабда, шастры, садху. Когда вы стремитесь развиваться самостоятельно, вы стремитесь самостоятельно воплощаться в том мире, в котором вы хотите, а не в том, в который вас стремят перевоплотить. Понимаете? Ну, если хотите, я могу рассказать такую историю. Однажды у меня такая аскеза очень была сильная. Я тогда даже йогой не занимался, но аскеза была очень жесткая. И я прилег буквально на часик, наверное, отдохнуть. А? В чем заключалась аскеза? У меня трудная работа была тогда. Она физического плана, где я прикладывал очень большое количество усилий. Ну, адский труд. Вообще, я нигде, наверное, так больше не уставал никогда. Я помню, на час я прилег отдохнуть. А тогда я уже о йоге знал немного там. О чем еще? Алексей Васильевич Трехлебов слушал. Я уже тогда отказался от алкоголя, от табака, насколько я помню. Ну, в общем, я лег, прилег, короче, отдохнуть, так сказать, после трудового подхода. И я оказываюсь в таком мире. Передо мной оказывается такая сущность. Это невероятно красивый парень. Типа звезды, короче, какой-то. То есть невероятно красивый. Ростом примерно с меня. Рядом стоит женщина с левой стороны, очень красивая. В каком-то таком одеянии, знаете, древнерусском. Слева еще был какой-то такой старичок небольшой. И этот парень начинает со мной разговаривать. При этом он говорит не словами. У него рот закрыт. То есть он говорит, и я как бы понимаю то, о чем мне говорят. Ну, то есть телепатия такая. Он мне тогда говорит, ну вот, Антон говорит, как у тебя дела? Ну, я рассказываю, да вот, пашу как лошадь там и так далее, и так далее. Ну, я говорю, вижу, ты, говорит, много очень страдал в этой жизни. То есть и он начинает… То есть понимаете, он не говорит, то есть он просто передает эти мыслеобразы мне в ум. И он говорит, ты, говорит, очень много в этой жизни уже страдал. И он начинает показывать мне все мои страдания в жизни. То есть все страдания, которые в моей жизни были, вот самые плохие моменты представьте себе вот вам прокручивают эти моменты вы их смотрите вам невероятно становится жалко себя потому что вы за раз увидели все страдания вашей жизни и тогда он говорит но есть выход пойдем говорит мой мир есть такой мир в котором ты можешь родиться ты там не будешь больше страдать ты будешь жить ну в мире саморазвития можно так сказать где ты сможешь заниматься там и так далее и так далее саморазвитием и он показывает этот мир вот сравнение с этим миром это невероятно совершенный мир то есть это все что в болото в грязь упали этот мир вот это такой я это понял после того как попал назад то есть он показывает этот мир невероятно действительно красивый то есть там природа такая знаете вот все живут в природе то есть мир идеальный то есть там животные соседствуют с людьми птицы летают какие-то аисты там при этом там знаете небо не такого цвета как у нас и воздух не такой прозрачный как у нас а у какой-то ну другого немного цвета то есть то ли не розовый я уже не помню точно и потом после того как он мне показал он мне спрашивает ну что ты решил типа пойдешь старичок который рядом был он мне говорит антон ну говорит а вдруг он тебя обманет я не знаю кто такой старичок этот был и тогда я как бы выхожу вот из этого вот как сказать опленение вот этим вот миром потому что реально очень хотел сюда попасть это идеальный мир и тогда у меня в уме начинает такое закрадывается сомнение относительно того стоит ли туда сильно попасть я ему говорю а вдруг ты меня обманешь сказал и вот фишка в том что действительно фишка божественных сущностей которые вас вербуют в том что нет насилия и тогда он как бы так что-то типа махнул рукой ну типа не стоит продолжать грубо говоря его убеждать и он меня скидывает назад вот из этого вот мира в назад наш я помню как я лечу попадаю свое тело и когда я открываю глаза я понимаю где я оказался опять то есть это все равно что представьте себе вы с какого-то супер там я не знаю великолепного пространства попадаете в грязище такую что вот в болото просто вонючая такое вонючая вы попадаете в этот мир я так открываю глаза были но я понял тогда что у меня так ситуация такая в жизни было что я мог умереть грубо говоря я тогда понял что у меня такая ситуация была что действительно в моей жизни могли совершить такие события когда бы я умер бы в этой жизни в этом мире и ушел бы туда но ситуация разрулилась так что все прошло так нормально гладко как сказать миром можно сказать и живу так сказать здесь до сих пор поэтому вот такие вот ситуации они могут возникать как осознанно так и неосознанно понимаете вот очень здорово что это все отказался может так сказать и продолжая самостоятельно развиваться вне зависимости того что здесь очень трудно жить действительно очень трудно это действительно мир в котором можно заниматься саморазвитием и в котором есть колоссальная вот возможность у вас сейчас развить в себе духовные качества если вы попадете в каком такой мир где уже старичку да факт я вот размышлял тогда кто же этот старик тогда думал кто такой этот старик скорее всего это моя душа то есть на тот момент я жил ну достаточно не по совести можно так сказать еще тогда я стремился 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 развиваться но до этого естественно я жил как обычный человек и совершал очень много плохих поступков алексей васильевич трехлебов рассказывал что когда человек взращивает свою душу 9 тела называется это 9 тела можно в тонком мире увидеть как такого огромного бога и воспринять его как ну некую божественную сущность а на самом деле это ваше тело одно из ваших тел и возможно вот этот старик мое 9 тела возможно до 9 тела она как раз помогает на пути возможно как вариант не уверен но вас во всяком случае это было предположение ли защитник какой-то был возможно виде этого старика сложно мне сказать кто это был да действительно свечку поставить надо благодарю так сказать так в клубе именно как раз и рассказывать об этой концепции здравомыслия то есть по крайней мере я не знаю о той сущности которая стоит за клубом но факт не знают о таком демоны или боги который бы давал какие-то преференции скажем так нам для того чтобы мы выбрать вербовали себе в клуб каких-то людей такого нету по крайней мере я об этом не знаю естественно клубу помогают по крайней мере я слышал такое бодхисаттвы то есть сущности которые развивают помогают развивать этот мир то есть помогает развивать людей в этом мире почему потому что даже вот эту поездку организовать крайне трудно по факту крайне трудно без помощи божеств есть очень большое количество примеров когда некоторые ребята пытались организовать туры да просто тур разрушался то есть у них они приезжали у них проблемы какие-то возникали даже во время тура до такой степени что группа распадалась и тур ну грубо говоря не проводился по факту даже очень много случаев слышала по дороге случались проблемы какие-то мы с вами ехали так ведь да то есть даже были проблемы так ведь но мы доехали это проблема потому что мы могли с вами опоздать да все проходило так что вот как то так вот все гладко проходило понимаете что мы сюда попали потому что да для вы не столкнулись с ними представьте себе что каждый пи наш переезд бы сталкивался с тем что нам приходилось бы ночевать в другом каком-то отеле мы еще бы на день задерживались сколько бы из вас выдержала вот такой вот таких проблем или там я не знаю приезжаем нет автобусов к примеру там много проблем можно представить себе которые могли бы возникнуть рано пока еще говорить пока рано потому что нам что до гамуха надо дойти но пока все да все слава богам действительно слава защитникам что у нас есть возможность йогой заниматься в таких местах даже то что мы уже сейчас здесь оказались занимаемся практикуем рассвет сегодня замечательный встретили действительно очень здорово рад что получилось сильно сюда приехать и привести ребят надеюсь что и в дальнейшем будет будет это получаться поэтому всегда стремитесь вот эта концепция это здравомыслия применять своей жизни то есть мнение в ведах то что написано то что вы сейчас уже услышали о том что каждый к себе грубо говоря в этой жизни вербует все себе в свой мир души даже вот то что вы об этом уже знаете это уже будет большим подспорьем то есть вы неосознанно как можно повестись на какие-то уловки к примеру материализм ведь это тоже эгрегор так ведь то есть материализм сейчас на планете является самой большой религией вот самый самый такой крупный который продвигает концепции того что никакой духовности нет живем один раз так ведь есть вот физика химия так сказать ну ты же видишь вот есть физические законы есть то-то 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 и грубо говоря все это вся эта духовность это выращивают потребителей а духовность это опиум для народа то есть религии типа опиум для народа и дается для того чтобы стричь так сказать шерстку ну да по факту то есть но за каждой религии стоит опять-таки какая-то сущность которая имеет определенный плюс от того что кто-то следует этим религиям дело в том что будда не был богом мы заходим дальше ну ладно сразу пойдем дело в том что буду называли пхагаваном владыкой но буду богом не был именно поэтому очень многие называют негалистичные концепции вот это все что вот как вы там вообще типа вот что это такая за религия где нет бога как так вообще то есть на самом деле будда говорил о том что кому-то он говорил что бог есть к нему приходил люди буду скажи где бог кто-то если бог вообще он говорил да есть конечно ты чё вот делай то-то то-то и бог те там на пути встретиться все иди развивайся этот пошел приходит другой человек который веет в бога там и говорит ну буду скажи есть бог или нет а буду гордит еще какой бог там нету все там божества они грубо такие же сущности как это и там и так далее нет никакого абсолюта там и тот уходил то есть каждому он давал какую-то концепцию давайте поговорим с вами о том что такое вообще развитие у нас сегодня лекция называется эффективной методики саморазвития что такое развитие для вас вот для вас что для вас развитие когда ты можешь помочь другому хорошо отличный ответ улучшение себя ну то есть взращивание каких-то качеств возможно да для многих на самом деле саморазвитием может быть разные вещи для кого-то это переход на другую диету то есть вот он перешел на сыроедение там или на вегетарианство уже развитие для кого-то это большой скачок возможно отказ от убойной пищи для кого-то развитие там это бицепс накачать там для себя для 70 сантиметров так ведь для кого-то что там еще может быть денег много накопить вот он как развился он возможно перечитал большое количество книг пять образования высших получил вот какое у него развитие то есть у каждого развитие свое но если говорить именно о духовном развитии то естественно это взращивание в себе качеств которые будут помогать вам из жизни в жизнь то есть в этой жизни будут помогать не кормовать воплощаться в следующих жизнях адекватно в адекватных семьях узнавать о том что существует там карма реинкарнации там концепции различные саморазвития лидически и так далее и так далее также саморазвитием что еще может являться улучшение качества характера да согласен ну грубо говоря в каждой религии в принципе это есть да то есть там каждая что-то об этом говорит если рассматривать действительно вот саморазвитие на трех уровнях то изменение своего сознания и мыслей и взращивание себе качеств различных то это уже духовный уровень то есть есть энергетический уровень развития когда вы используете различные практики методики когда ваша энергия меняется то есть когда ваши ваша тонкая оболочка ну скажем так сам становится с отличной на некоторой степени на физическом плане как можно развиваться да то есть очищаем свое тело там используем какие-то различные практики йогические когда мы растягиваем свое тело вот для чего нужно гнуться для чего нужно шпагаты садиться вот вообще зачем это считается для чего практика хатха йоги нужно заниматься отлично чтобы сесть правильно вас она действительно и медитировать действительно так считается что человека у которого гибкое тело считается что и очищено уже до некоторой степени тонкое тело так говорится в классических текстах по крайней мере действительно так когда вы используете такие жесткие аскезы типа голодания длительного вас тонкое тело очищается физическое тело автоматически тоже становится очень гибким очень гибкая это действительно можно назвать саморазвитием еще к саморазвитием на мой взгляд стоит отнести развития мудрости так ведь возвращение себе мудрости как можно зарастить себе мудрость взращивать себе мудрость можно различными способами но вот если рассматривать именно буддийскую концепцию то есть такая методика как путь бодхисаттвы. Путь бодхисаттвы заключается в том, чтобы помогать всем живым существам бескорыстно. То есть вы выбираете для себя какую-то стезю, любую, не обязательно это преподавание йоги. То есть я не буду задвигать вам опять за преподавание, достаточно уже было. Хотя хорошая концепция. Надо, грубо говоря, вот как в казачестве, бейся там, где стоишь. То есть если вы можете рассказывать о питании, к примеру, или если вы работаете в юридической компании, в адвокатской конторе, если вы работаете в мэрии Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, в любой какой-то структуре, которая как-то взаимодействует с людьми, ведь вы можете как, например, начать помогать людям? Первое, коррупция, так ведь? Не брать взятки, элементарно. Стараться сделать так, чтобы ваша деятельность максимально-максимально была на благо. Максимально. Своим примером, личным примером? Личный пример. А стараемся сделать так, чтобы вы стали примером для других. То есть для детей в первую очередь своих, для родителей своих, в пример. Для друзей своих стать примером саморазвития. Для группы своей. Да, то есть путь преподавания, если уже рассматривать именно концепцию преподавания йоги, почему вот фиктивно преподавать йогу, почему? Дело в том, что меньше всего кормуешь. То есть ты меньше всего накапливаешь карму. Ведь бодхисаттва, по факту, он берет на себя карму. То есть когда он находится в какой-то структуре, которая до той или иной степени вредит этому миру, он также берет на себя вот эту карму. И бодхисаттва это понимает, когда воплощается. Он понимает, что он сейчас воплощается в этот мир для помощи другим. И он понимает, что ему потом эту карму перерабатывать придется. То есть он потеряет свой уровень. Понимаете? В этом заслуга бодхисаттва. Считается, что бодхисаттв достаточно много на планете. Они существуют. Если бы их не было, мы бы вообще не смогли здесь жить. В такое время, тем более во время Кали-юги, мы с вами сейчас можем сидеть в лесу, разговаривать о саморазвитии. Благодаря чему? Благодаря тому, что меня сейчас не могут прийти и забрать в тюрьму куда-нибудь. Благодаря тому, что я не вернусь сейчас домой, и меня там, сказать, не закроют за то, что я здесь провел йога-тур, надеюсь. Есть еще, по крайней мере, адекватность до некоторой степени в этом мире. И сейчас, чем больше, тем больше вы, мы сейчас, вот, тем больше проходит времени сейчас, вот, в этом переходе, тем больше замечаем действительно, что мир становится лучше. Это факт. Многие сейчас начинают задумываться о саморазвитии. Даже, вот, начинается со здоровья. Сейчас мейнстрим такой здоровья, так ведь? То есть, везде сейчас стараются люди как-то, как-то там начать чем-то фитнесом каким-то заниматься, там, и там, что-то, и качалку ходить хотя бы, там, я не знаю. Некоторые начинают задумываться о питании, кто-то уже начинает. Сейчас даже вот этот, Роман Милованов, знаете такого парня? Многие знаете наверняка. А? Демона сыроедения, да? Ну, вот, в чем сыроедение, вот, в чем сыроедение, на мой взгляд, перегибает палку, в том, что они очень жестко пытаются навязывать. То есть, вот, агрессивно пытаются, вот, да вы там, то-то, 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 то-то. Я не приеду. То есть, на мой взгляд, надо мягче немного до людей это доносить. То есть, с одной стороны, концепция хорошая. Я пытался стать сыроедом в два раза, у меня это не получилось. Я не смог отказаться от вареной пищи, но пытался. Когда вы будете преподавать йогу, у вас будут пристрастия в еде в той или иной степени. То есть, вот, есть преподаватели, у нас клубы, которые достаточно массивные такие, почему? Потому что они преподают йогу, потому что к ним приходят люди, которые, у которых, а? Ну, да, да, у тех, у которых энергия пока находится на Манипура чакре. И крайне трудно, естественно, стать сыроедом, потому что, яркий пример вам расскажу. Я очень, ну, достаточно долго преподавал очно, то есть, в нашем клубе, в ровеснике сначала, потом у нас сменился клуб, мы стали преподавать на Семеновской. Но потом я начал преподавать онлайн. Появилась такая возможность, сейчас мы онлайн преподаем. И вот я вам могу сказать, как только я перестал преподавать очно, я стал есть в два раза меньше. Реально, в два раза. Буквально там через неделю я даже похудел сейчас, у меня лицо худое. То есть, вот посмотрите фотографии с Тибета моей. Вот тогда я еще преподавал, то есть, я поехал в Тибет сразу после, грубо говоря, преподавания. У меня такое лицо большое, с щеками такими большими. Это не значит, что обмен энергией с щеками менее эффективно, чем больше всего? Дело в том, что вы можете преподавать эффективно, а вы можете думать, что чем больше вы преподаете, тем лучше становится людям. По факту не так. То есть, ну, что будет хорошего, если я на Манипуре буду нести энергию? Ничего хорошего. То есть, посмотреть, если отзывы онлайн занимающихся, онлайн ребят, действительно, опыты очень хорошие. То есть, те ребята, которые занимаются, они получают опыт. То есть, ты можешь отдать даже больше энергии. Ты можешь заниматься самостоятельно. К примеру, мне не нужно тратить два часа на дорогу. То есть, я не трачу два часа. Со мной могут заниматься с разных стран. То есть, факт. С Германией вот Андрей занимается с нами, хатха-йогой, благодаря этому. Дело в том, что на планете очень много стран, в которых нет адекватной йоги. И вот эта онлайн-йога, которая у нас сейчас есть, действительно, очень большое такое подспорье для ребят, которые могут вместе с нами заниматься хатха-йогой, медитацией, пранаямой, той же, и развиваться, действительно. Но я не считаю, что от точных занятий нужно совсем отказываться. Если будет возможность, я постепенно буду и очень проводить занятия, но не так часто, по возможности. Тут просто очень далеко ездить, действительно, на Семеновскую. Нереально. Нет, это понятно. Но тут недалеко, вдруг все далеко. Мне очень далеко. Все-таки, когда даже занимаешься преподавателем, ты можешь больше сделать, чем даже это факт. В любом случае, энергобинг есть как онлайн, так и при очном занятии. Это я вам могу абсолютно на своем опыте сказать. Я занимался раньше самостоятельно по диску Андрея Верба. Называется он «Ейка сила», да. Занимаюсь я, значит, занимаюсь. Ну, вроде нормально, потихонечку тело гнется, 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 больше, больше. Ну, я примерно понимаю, какой результат будет от моей практики. И тут Андрей едет в Тибет, значит. Я просто офигеваю. Какой результат после такой практики возникает? То есть ты чувствуешь, какой энергии сейчас преподаватель находится? Пока он в тебе не понимает. Да. То есть когда человек в аскезе сейчас находится, и ты концентрируешься на нем, то ты часть этой аскезы получаешь, часть этой энергии. И твоя практика меняет совершенно. То есть у тебя там гнется тело гораздо лучше, и так далее, и так далее. И в этом как раз вся суть. То есть если вы хотите преподавать эффективно, нужно стремиться постоянно совершенствовать свой уровень энергии. То есть если вы возьмете на себя большой такой груз, когда ваша энергия будет на нижних чакрах, там на Сахистане чакре, на Манипура чакре, когда вы попадете в страсти сами, то есть когда вы будете похоти предаваться, там есть безудержно, там в страсти впадете и так далее, вряд ли от этого будет кому-то польза, то есть вашим занимающимся. Для того, чтобы не впасть как раз в эти проблемы, когда у вас будет энергия внизу, следует применять различные эффективные методики. Какое может быть ощущение, когда у вас энергия находится внизу? То есть, к примеру, вы умом понимаете, что да, страсти – это плохо, гнев – это плохо, жрать – это плохо, но так хочется, действительно. То есть энергия у вас такая, что вы не можете противостоять этому. Вас как в бараний рог скручивает от этой энергии, вы ничего не можете сделать. То есть вы становитесь рабом этой энергии. И это плохо для тех, кто эту энергию вам отдал. По факту. Потому что вы могли бы взять на себя чуть меньшее количество энергии и переработать эту энергию. И благодаря вот этой переработке, конвертации энергии, вы бы смогли благо принести тем, кто вам эту энергию отдал. То есть, понимаете, о чем речь? Да. Я просто хотел вывод сделать для себя. Да. Правильно я понимаю, что в приоритете стоит именно трансформация энергии преподавателя. Не количество, сколько ты обменялся с учеником, а именно на каком… Развитие ваших занимающихся стоит в приоритете. Для этого нужно найти баланс между преподаванием и вашей личной практикой. То есть нужно… Это приходит с лечением опыта. Я понимаю, что вот сразу, каждый сразу раз так и поймет, что вот столько мне надо асанами позаниматься, а столько мне надо занятий проводить. Это трудно очень понять, потому что все приходит с опытом, со страстями, так сказать. Вот вы проводили, 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 и, я не знаю, там… Проснулись с колбасой в руках. По факту так есть. Это из жизни пример я знаю. Действительно. Что-то неосознанно пошел, да. То есть в любом случае надо… Ты обменялся, хоть и то онлайн, хоть и то очно. И вообще даже если ты не давал занять, у тебя есть видео, на которое там лекции посмотрели, и ты все равно в этот момент, когда тебя смотрят, ты должен, грубо говоря… Практиковать. Себя вести, быть на определенном уровне, чтобы эти люди… Не быть в страстях. …социруются там, да, не упали еще ниже. Самая доступная аскеза для преподавателей, на мой взгляд, это медитативная поза. То есть если вы преподаете, и если у вас уже есть видео какие-то, то есть действительно, если вы будете, скажем так, с ножками вниз свешенными, периодически сидеть, то через некоторое время обратите внимание, что даже в суххасану сесть сложно. То есть ваша подмассана, она испарится мгновенно. То есть ее не будет просто по факту. Если ее не так нету, то и не будет, да. Действительно, это так. Апановаю увеличивается. Да, да. Апановаю, то есть у тебя апановаю становится такая сильная, что у тебя ноги не гнутся вообще. То есть вот свой пример могу рассказать. Первое занятие, которое я провел для большой группы, было в Анапе. Я помню, когда я провел первое занятие, человек 80 было. Причем там все были такие родноверы, такие мужики. Накупали? А? Накупали, да. Накупали, то есть в Анапе. Я там дал практику хатха-йоги. Буквально вторая или третья практика была моя. У меня тогда была ханаманасана. Я провел практику, месяц потом не сел, не мог садиться в ханаманасану. Реально месяц. То есть не гнуло с тела совершенно. Антон, я думаю, что ученики концентрируются на вас и получаете энергию вашу, но они... Да, вы обмениваетесь энергию. Вы переработаете энергию. Да? То есть вы отдаете свою энергию, получаете другую энергию. Вы обмениваетесь энергией. Вы провели практику. Вы стали пребывать в другой энергии. И именно, если вы можете заниматься хатха-йогой, если вы можете прикладывать усилия к себе, то это очень ценно. Потому что те люди, которые к вам ходят, они самостоятельно заниматься не могут. Понимаете? Вы можете помогать им, даже не взаимодействовать с ними. То есть они вам отдали свою энергию, вы переработали эту энергию за них. Им стало легче. По факту. Они могут осознавания какие-то у них приходить. То есть у них в моменты какие-то их жизни могут возникать в уме мысли различные. Да. Я читал такую вещь, что первый год йогой самостоятельно вообще не заниматься, потому что можно на себе пронести больше беда, чем позже. Первый год, пока вы не знаете ясно, пока вы их не запомнили, пока вы не поняли, как они исполняются, вот эти все свои учители, в единственном случае, в обычных делах, заниматься с учителем, преподавателем, и только после, этого, набравшись в какой-то год, нужно уже это пронестили. Для кого-то, возможно, эта концепция... А? Каждый день по своей дороге. Да, то есть для кого-то, возможно, вот эта концепция, она будет действительно верной. То есть эта концепция существует именно для того, чтобы как раз те люди, которые могли бы получить травму при самостоятельной практике, они бы ее не получили. Но я знаю очень большое количество ребят, которые занимались самостоятельно, занимаются самостоятельно, и никаких проблем у них нет. Берете диски, грубо говоря, естественно, на практике йоги надо ходить. Однозначно. Вот на очные. Определить, учителя же бывают разные, кто-то пришел, и, ну, просто... Что-то ради бабла. Не жду очередь отходить, есть же и такие преподаватели. Как вам это делать? Сходить, посмотреть на один урок. Ну... Учего познается сравнение. Я вот несколько переходил, и точно могу сказать, что, ну, вот, классы на онлайн, надо допустить. Немножко покручивше, чем те, которые оффлайн там... Ну, сразу все видно, где, как монетизируется, они будут видеть. Ну, что различные... Ну, просто сходите один-два раза, и вы поговорите с людьми, и занимаетесь, и сравните. Каждый выбирает свое. Выбирайте, что должен быть. Когда будешь учитель, он тебе нравится, а потом... Разомариваешься. Может быть, в жизни учителей тоже наступают какие-то периоды, когда они, ну, как-то совсем по-другому начнут. Ну, так это же естественно. Вы доросли до этого уровня, перешли на другое. Теперь уже надо учителю преподавать. Учить учителю. Хорошо. Ответил, Костя, на вопрос? Костя, надо преподавателем давно становиться. Хорошо. Значит, с саморазвитием мы немножко разобрались, что это такое. Ну, важно понимать, что это вообще такое саморазвитие. Вот мы разобрали с вами концепцию бодхисаттв о том, что нужно помогать другим на их пути саморазвития. Но, все-таки, вот западный ум, европейский ум, цивилизованный, скажем так, у него есть необходимость, можно так сказать, видеть конечную цель. То есть, для чего мы это делаем? Вот куда надо идти? То есть, вот я делаю сейчас то-то, то-то, то-то и должен дойти до того дерева, к примеру, в конечном счете. Или я делаю то-то, 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 и я достиг самадхи. И вышел из тела, к примеру. И вот, как здесь понять, что будет конечной целью вашего саморазвития? Если мы рассмотрим егическую концепцию, вот сегодня заходили мы в пещеру Пандавов как раз, вы же видели садху? Даша, вы, по-моему, спрашивали, да, к какой цели они стремятся? Они чего не ответили, естественно? Я спросила, мокша, мокти, а румы сразу заканчивают. Ну, то есть... Секрет. Нет, это секрет практики. Естественно. Естественно. Вы же денег должны им допринести. Когда вас спросили, для чего, я спрашиваю, мокша, мокти, он, да, 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 да. Но они бы умолчались. Потому что он не передал вопрос. Ну, да. Потому что это для них априори так, у них другого варианта просто нет. Пришли тут, понимаешь, бледнолицые. Какая вам мокша? Вам еще, так сказать, карпеть и карпеть, да? Мокша, мокти – это освобождение, освобождение от сансары, от череды перерождений, когда вы сами становитесь такой сущностью, где вы божество, то есть у вас своя лока, вы там верховный правитель, так сказать, брахма, можно так сказать. Плохо это или хорошо, на мой взгляд, некорректно вообще рассуждать. Почему? Потому что, если пойти дальше, если рассмотреть вот эту концепцию бодхисаттв, там, конечной целью, можно, так сказать, или, так сказать, нельзя, потому что там нет ни начала, ни конца. Наверное, не понимаете. В общем, в концепции бодхисаттв идеалом, можно так сказать, или целью саморазвития является стать Буддой. То есть обретение ума Будды, когда вы становитесь светом, вы, скажем так, становитесь совершенной личностью, которой уже некуда больше дальше развиваться. Вот мне очень нравится такая концепция в славянстве, славянизме. Алексей Васильевич Трехлеев очень часто об этом говорил. То, что есть божества мира славя, есть божества мира правя, и то, что вот те, кто становится божествами мира славя, они могут получить свою локу какую-то, некоторое время быть в этой локе божеством. В конечном счете, вновь придется здесь родиться. А боги мира правя, тут уже даже слово боги некорректно по отношению вот к этим сущностям. Потому что, когда вы говорите бог, кто такой бог? От какого слова? Энергии какой-то богатой. Именно к этим сущностям уже не применимы вот эти вот понятия. Именно поэтому, кстати, Будда не является богом. К нему не применимо вот это слово. С одной стороны, гордо достаточно, говорит, выше богов, да, там, выше богов там и так далее. С другой стороны, это вне вообще понимания вот этих вот, вернее, вне концепций божественных, когда человек вне времени и не пространства. Все слова, которые бы вы применили по отношению к состоянию Будды, будут ограничивать понимание этого состояния в рамках пространства и времени. То есть для нас, для людей, говорят там пустота, там, что там еще говорят, бодхищитта, там, развитие ума Будды, то есть какие-то такие слова применяют, сострадание, взращивание себе, чтобы нам было, ну, хоть как-то понятно, что это такое. И Будда, он не мог объяснить, что это за состояние такое, состояние Будды. Тем не менее, я уже об этом говорил неоднократно, Будда мог говорить о состоянии Будды, о учении, о пути бодхисаттвы, целые тома. И эти тома действительно, по сути, он облекал свои мысли в такие слова, чтобы люди могли избрать для себя такой путь, чтобы они начали не только себе помогать, но и помогать другим. В этом суть. Давайте дальше тогда рассмотрим уже непосредственно методики, которые, на мой взгляд, будут помогать на пути саморазвития, когда, я надеюсь, что хотя бы некоторые из вас изберут для себя путь преподавания йоги, либо если у вас, ну, нету по карме возможности стать преподавателем, опять-таки я говорю, бейся там, где стоишь, делай там, делай то, делай полезное там, где ты это можешь сделать. То есть, если ты работаешь в каких-то госструктурах, тем более, если у тебя есть какое-то влияние, у вас, вернее, есть какое-то влияние на людей, естественно, нужно сделать так, чтобы максимально было благо для людей. При этом нужно сделать так, чтобы это было не какое-то материальное только благо, а какое-то духовное развитие у людей возникало. Если у вас есть финансы какие-то, пробуйте кооперироваться, скооперироваться друг с другом, и сдать какую-то литературу духовную, Для того, чтобы люди могли читать ее и хотя бы о яме и не яме узнавать. Это уже будет круто. То есть, если каждый бы в мире знал, что такое яма и не яма, и пытался бы ее хотя бы соблюдать, мы бы жили уже не в Кали-югу, а в какой-нибудь там два пара или три-то югу. Факт. И вот сейчас надеюсь, что это постепенно будет, да. А то мирянин, который был еще круче его учеников. Да, 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 да. Вот как раз именно... Ну, давайте расскажу тогда про Вималакирти. Очень мне нравится этот персонаж. В Вималакирти это был мирянин. Надо понимать, что вот в общине Будды были в основном брахманы. То есть, ну, было много брахманов. Монахи. Монахи – это духовная прослойка, скажем так, людей. А у духовной прослойки людей, как правило, какое качество есть негативное? Гордость. Да, гордость. Эго. То есть, ну, на почве чего она возникает? На почве мистических способностей, на почве того, что они очень много знают, там, и так далее, и так далее, что... Да, да, да. А тут, так сказать, мирянин, у которого там семья, хозяйство, так сказать, там, магазинчик какой-нибудь, может быть, он приходит, грубо говоря, и разбивает в философском диспуте любого ученика Будды. И его все боялись, по факту. То есть, все ученики Будды его остерегались. Когда Вималакирти использовал уловку, создалась ситуация, при которой Будда посылает, пытается послать каждого из своих учеников к Вималакирти на то, чтобы справиться о его здоровье. Ни один из учеников Будды не согласился идти к Вималакирти. Всех своих учеников перечисляет, там, вот Гляйяна там и так далее. И говорит, сходи, пожалуйста, к Вималакирти и справься о его здоровье. Каждый из его учеников говорил, о, благороднейший мир, я смиренно последовал бы твоему приказанию, но не могу, к сожалению, потому-то, потому-то. И перечислял, вернее, приводил в пример урок, который Вималакирти преподал этому ученику. То есть, перечислялись различные ситуации, когда Вималакирти, так сказать, поучал и прилюдно, грубо говоря, осаждал, грубо говоря, вот этого ученика. И действительно, Вималакирти, он был такой, таким противовесом, можно сказать, в общине, который не позволял взрастить в себе вот эти вот негативные качества, когда ученики бы чрезмерно, скажем так, стали бы гордиться. Хорошо, давайте разберем уже, так сказать, да. Идем на тарелку. Вималакирти? Он рождался множеством жизней. На пути Будхисаттвы очень длительное время стоял. Был Будхисаттвой самого высокого уровня, таким же, как Миларепа. То есть, десятого уровня, считается, там, изгородация какая-то. Я, честно говоря, не знаю эти ступени. Но Бодхисаттва, он воплотился в таком теле для того, чтобы помогать развиваться общине Будды. То есть, грубо говоря, чтобы быть примером того, что не только монах может стать, грубо говоря, и, ну, быть Бодхисаттвой, и помогать другим живым существам. Но и обычный мирянин тоже сможет на своем пути жить семейной жизнью, скажем так, и в то же время быть каким-то проповедником, можно так сказать, или, ну, по крайней мере, человеком, который стремится к саморазвитию и пытается до некоторой степени помогать другим. Переходим к эффективным методикам, да? Хорошо. Существуют такие состояния сознания, когда не помогают ни асаны, ни пранаяма, ни мантры, ни другие методики, которые общеприняты для того, чтобы человек мог восстановить свою энергию. Так вот, есть методики, которые в этом случае можно использовать. Одной из таких методик является тибетские простирания. Я вам уже о них рассказывал. Когда вы выполняете тибетские простирания с каким-либо славлением, есть вот мантра «Буддам саранам гачами я принимаю прибежище в Будде», «Тхармам саранам гачами я принимаю прибежище в Дхарме», «Сангхам саранам гачами я принимаю прибежище в Сангхе». Вот с этой мантры можно выполнять тибетские простирания. При этом нужно погрузиться внутрь себя, складывать ладони над головой таким образом, выполнять тибетские простирания трех дверей. Первая дверь – это то, что вы произносите простирание словами, то есть простирание речью. Второе – простирание телом. Вы выполняете физическое упражнение. Третье – вы выполняете простирание мыслей. Мысли – это самое важное. Вы в своем уме выполняете это простирание, а не отвлекаетесь во время практики. Тибетские простирания, на мой взгляд, являются крайне такой мощной, такой кувалдой, можно так сказать, для восстановления своего энергетического состояния. Действительно, я на своем опыте накопил. Лекция была у меня эффективной методикой для быстрого продвижения в практике йоги. Мне было очень плохо после нее, даже после того, как я провел ее. Стало очень плохо, тяжело, знаете, как плита навалилась. Что тогда я делал? Я начал заниматься тибетскими простираниями и выполнял этот прогиб. Помните, я рассказывал вам? С прогибом, то есть в конце. То есть выполнил тибетские простирания. И спустя, например, 40 минут или спустя час, я выполнял прогиб. Энергия поднималась с такой мощной силой, что на ногах было очень трудно устоять. То есть я падал много раз, то есть выполнял, упал. То есть опять выполнял, упал, выполнял, упал. От чего? От того, что очень много энергии внизу было. На своем опыте я накопил, что если энергии внизу нету, и если ты выполнил тибетские простирания, при этом выполнил прогиб, ничего не будет, да. То есть никакой проблемы не возникнет. То есть, может быть, чуть-чуть вы почувствуете какое-то такое дуновение по позвоночнику, легкое. То есть и все. А если очень большое количество внизу скопилось, младхары, садхистана, чакры, то прям прошибает, грубо говоря, не по-детски. То есть по... Да, тибетские простирания вбейте, там, чудин, и в ютубе 100% найдете, где там есть методика, как ее выполнять. Ну, я постарался, да, там, объяснить. Вот как раз это эффективные методики были. Была лекция. Другая эффективная методика это концентрация на божестве. Тоже, на мой взгляд, крайне эффективная практика. Одна из таких методик это чтение сутр, вслух. Когда вы берете какую-либо буддийскую сутру, не буддийскую сутру, берите какой-то духовный текст, другой, который вам нравится, садитесь и читаете его вслух. Суть именно в том, чтобы вы вслух произносили. Видели когда-нибудь в буддийских монастырях кто-нибудь был? Многие были, наверное, многие не были. В общем, в буддийских монастырях садятся практики, перед ними лежат сутры, и они их начитывают, 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 постоянно, постоянно. В этом их практика... А? Да, замещение происходит. При этом действительно на моем опыте, когда я выполнял пранаяму, помню, в ретритах, уходил в горы, я выполнял, помню, апанасати пранаяму длительное время, тибетские простирания, и мне нужно было начитывать сутру. Я ее начитывал на диктофон, пытался, по крайней мере. Вималакиртина неродержа сутра была, кстати. Вот, начитывал ее, действительно, ощущал после начитывания этой сутры, вслух, как действительно, примерно то же самое, что вы концентрируетесь на божестве, только чуть-чуть с другим эффектом. Энергия также замещается, полегче становится, и голос даже меняется у вас, то есть у вас голос даже становится другой. Еще какие практики, на мой взгляд, следует практиковать, когда вот уже трудно до такой степени, что ничего не помогает. В своей повседневной жизни, чтобы у вас не возникало проблем таких, нужно внедрить, постараться сделать так, чтобы у вас была возможность регулярной практики Апанасати Пранаямы, по утрам при этом. То есть регулярная практика Апанасати Пранаямы, это очень важно. Эта практика, она дает не просто энергию, она действительно способна менять сознание, когда вы в своем уме пресекаете омрачения. Почему утром, я уже рассказывал, по-моему, да, почему утром следует заниматься, то есть Брахмаму Хуртхе, когда у вас лучшее время для практики, когда у вас сатвичная энергия вокруг, находится, утром считается, сатвичная энергия проявлена. Если у вас есть возможность заниматься на восходе солнца, это еще круче будет. То есть вот у нас сегодня была возможность, это очень здорово. Действительно считается, что вот когда солнце всходит, от солнца идет какая-то своеобразная энергия в течение там 1-2 минут. Также я уже говорил о том, что утром повышен гормональный уровень у человека, то есть в связи с чем? На тонком уровне считается в этот момент активные Муладхара чакра и Сатхистана чакра. Именно в этот момент вы можете эффективно конвертировать энергию. Если вы регулярно-регулярно будете выполнять Апанасати Паранаяму, то есть у вас уровень энергии постоянно будет на таком уровне, что, ну, грубо говоря, вот ваш уровень энергии, и те проблемы, которые будут в вашей жизни возникать во время практики, во время преподавания там или служения другим, несения знаний, они как бы нивелируются вашим уровнем энергии. И вы можете переработать относительно адекватно вот этот вот, вот этот тот негатив, который к вам может прийти. Это что касается Апанасати Паранаямы. Да? Прошу, пожалуйста, спрашиваю. Апанасати все-таки это Паранаяма или медитация? Паранаяма. Это и Паранаяма, это и медитация, и методика достижения Самадхи. Это очень... Почему мы об ней как раз и говорим? Потому что это самая универсальная такая практика, которая позволяет как накопить энергию, так и сконцентрировать свой ум на каком-то объекте. То есть, ну, помните, межброви, там, макушка. Если вы почитаете сутру, Ана Панасати сутту, Будда там дает визуализации прям. То есть он дает то, что у человека в течение практики может возникать. То есть он там говорит о том, что сначала он наблюдает за мыслями, которые у него возникают в его сознании, затем он пытается эти мысли убрать, затем он постепенно начинает видеть приходящую природу всех дхарм, можно так сказать, там прям так описано. И человек взращивает в себе мудрость за счет этой практики. То есть прям так и написано, что человек постепенно за счет того, что практикует вот эту практику, он выходит до такой степени, что достигает состояние самадхи. Я же рассказывал вам, по-моему, да, уже? Да, на кончике носа можно концентрироваться, на воздухе, который входит в ваши ноздри. Прочитайте обязательно, знаете, наставления учителей Тхировады по Апанасате Пранаяме. У нас есть на сайте. И там, наверное, штук 15 или 20 наставлений от каких-либо учителей различных школ. И вот очень наглядно тогда поймете, что практику нельзя одинаково дать. Каждый учитель дает практику по-своему. Один говорит, там, концентрируйтесь на ухе. Другой говорит, да ты че, какое ухо там, на носу концентрируемся, типа. Вот у нас там в Ашраме так, в нашей школе, значит, концентрируемся на ноздрях, там. Другой говорит, концентрируйся на копчике, там. Другой говорит, что вообще на воздухе концентрироваться нельзя, вы о чем вообще, мужики? Типа, ну, в общем, типа такого. Рекомендую почитать, это очень интересно. И в вашей практике, безусловно, поможет. Выберите для себя какой-то один-два способы концентрации и концентрируйтесь на этом участке тела, либо сознания. Также я бы вам рекомендовал слушать периодически сутры. То есть, если у вас есть начитанные сутры какие-то, либо духовные писания, периодически старайтесь во время своего трудового дня, во время промежутка вот этого расстояния от дома до дороги, там, либо дома, если вы сидите, старайтесь слушать как можно больше именно духовных каких-то писаний. Даже если вы не читаете, то есть, даже если вы какой-то деятельностью занимаетесь, постарайтесь слушать о чем-то. Мантру вам хотя бы включите, пусть она играет у вас там. То есть, не радио какое-то, естественно. Если у вас бывает такое, что некоторые работают в такой компании, где радио включают, знаете? То есть, бывает, включат там, и фигня какая-нибудь идет. Это вообще жесть. То есть, я помню, когда, помню, работал неудаленно, ну, удаленно, да, мне приходилось там раз в неделю приходить к одним, в одну компанию. Я помню, прихожу, радио у них играет, выключаю сразу. Они на меня злились за это. Сейчас я это быстро сделал и уйду. Вот, выключал, либо в наушники одеваете, и не слушайте, это бред. То есть, сутры нужно слушать. Это замещает мыслеформы, которые раньше у вас возникали в вашем уме. Постепенно замещается на позитивной мыслеформы. И когда у вас трудная какая-то ситуация в жизни возникает, вы можете из вашего сознания вытащить те наставления, которые вы слушали в сутрах. Мантра Ом. Если у вас есть возможность в течение дня петь мантру Ом, пойте, пожалуйста. То есть, я помню, что я отказался от общественного транспорта именно по этой причине. Я не мог уже вот ездить в этой маршрутке, потому что я чувствовал, во-первых, энергообмен, постоянно, а мне нужно было преподаванием заниматься. То есть, я чувствовал, что я вот в маршрутке посижу, и мое занятие проходит хуже. Те, кто ко мне приходят за практикой, я хуже практику даю им. То есть, ну, меньше энергии им передаю. Мне пришлось купить машину, но не только для этого. Я помню, что я хотел очень, чтобы никакие звуки меня не отвлекали. Я хотел, чтобы я мог слушать то, что мне нужно. Я хотел вот мантру послушать, например. И да, действительно, появилась возможность постепенно слушать сутры уже во время даже дороги. Это очень здорово, когда вы в свой ум вбираете только позитивные какие-то вещи. Тратака, вот если, кстати, есть возможность заниматься тратакой, пробуйте заниматься тратакой регулярно. Мы, к примеру, на нашем сайте сейчас, Асана Онлайн, сейчас сделали такую возможность. Я регулярно провожу практику тратаки. Мы занимаемся примерно по 30 минут ею. С 6 до 7 у нас практика пранаямы и практика медитации. Тратака – это одна из основных практик медитации для начинающих. Рекомендую тратаку включить в свою практику. Это действительно тратака меняет энергию. Она помогает свое внимание перенести в агья чакру. Считается, что в районе позвоночника находится агья чакра, вот в этом месте. Ее проекция направлена в межбровье. Когда вы концентрируетесь на свече, вы свое внимание и энергию можете переместить в агья чакре. Может возникать прям пульсация такая в районе межбровья. Это очень позитивно. Почему? Потому что когда, вот на моем мотиве могу сказать, вот у меня есть по клубу какие-то задачи. Мне нужно каждый день что-то выполнять. То есть мне нужно брать и что-то, что-то, что-то делать. Я заметил на своем опыте, если я выполняю практику тратаки утром, у меня есть энергия, чтобы реализовать очень серьезные задачи. То есть берешь и делаешь достаточно серьезные вещи, которые бы ты без этой практики не сделал. Ты бы делал ее медленно, либо ты начал делать какую-то более простую вещь, сделал бы более медленнее, сделал бы меньше дел гораздо позитивных. Действительно, тратака, она позволяет реализовывать гораздо-гораздо больше благих дел, чем если бы вы не занимались этой практикой. Ом, друзья, благодарю. Надеюсь, что лекция была для вас эффективной. Я вам желаю стать преподавателем йоги. Если у вас нет возможности сейчас преподавать или по разным причинам, постарайтесь найти для себя какую-то стезю в своей жизни, которая бы помогала всем живым существам на их пути саморазвития. Ом. Ом.